Я, ракета, я, я, ракета, полетела в космос, полетела в космос. Они живут в разных странах, но у каждого из них есть то, что объединяет русские корни и интерес к культуре России. В Самару в рамках культурного обмена приехали дети соотечественников, проживающих за рубежом. В делегации 52 школьника. Чтобы оказаться здесь, они стали победителями Олимпиад, посвященных русскому языку и культуре нашей страны. На Муна приехала из Монголии. Ее мама – гражданка России, родом из Бурятии. В Монголию она поехала учиться в университете, а потом осталось жить. Папа – намун и монгол. Девочка заканчивает русскоязычную школу, говорит на двух языках и впервые оказалась в России, на родине матери. Мне говорили, что это вкусная рыба. Я бы хотела увидеть реку Волгу. Ну и самое главное, я бы хотела познакомиться с детьми, как-никак. Тут другие страны, 11 стран, и со всеми хочется познакомиться и узнать их культуру. Визиту в Россию рады не только дети, но и взрослые. Бабушка и мама Виктории Перемитиной, которая сопровождает ребят в поездке, родились в Куйбышеве. Потом семья уехала в Европу, а села в Португалии. Виктория бывала в странах бывшего Советского Союза, а вот в Самаре впервые. Очень мы рады, несказанно этому событию, особенно я, поскольку моя мама и бабушка родились в Самаре и всегда хотела побывать на исторической родине. Главная цель мероприятия – это содействие молодому поколению, соотечественников в изучении русского языка и нашей многонациональной культуры. Вчера было чаепитие с руководителями делегаций, и оно было очень продуктивным. У каждой страны были какие-то свои проектные идеи, предложения, и наш самарский регион уже начал сотрудничество с главами делегаций, и разрабатываются уже какие-то проекты. В Самару ребята прибыли из Австрии, Азербайджана, Таджикистана, Греции, Абхазии, Армении, Болгарии, Польши, Португалии, Белоруссии и Монголии. В течение трех дней их ждет насыщенная программа. Сегодня они побывали в музее «Самара космическая», поучаствовали во флэш-мобе. Их ждет экскурсия в бункер Сталина, художественный музей и детскую картинную галерею. Завтра делегация отправляется в Ширяево, а послезавтра в Тольятти. Там они побывают в техническом музее имени Сахарова и примут участие в мастер-классе по фотографии. Виктория Шарой, Константин Головин, События.